Жители Донецкой области не верят в скорое наступление мира. Таковы результаты 9-го социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. Почти половина опрошенных по обе стороны линий соприкосновения не могут предположить, когда завершатся военные действия. Терпеть уже невозможно. Так свое состояние декларирует каждый четвертый житель Донбасса. Сравнивая данные, которые мы получили в октябре с данными мая, мы видим некоторое ухудшение. Некоторое истощение запаса прочности. Число тех, кто считает свое жизненное положение невыносимым, выросло до 26-17%. По сравнению с предыдущим исследованием, на 5% увеличилась потребность в еде и лекарствах. Каждый четвертый нуждается в продуктах. Прежде всего, это пожилые люди. Сложнее приходится жителям сел. Люди, которые живут в серой зоне, они чувствуют себя заложниками ситуации. Там часто нет магазинов, в которых они могли бы сами что-то купить. Аптек нет. Людям нужны медикаменты. Две трети опрошенных, а это 67% жителей Донецкой области, по обе стороны линии раскраничения указали, что в их населенном пункте предоставляется гуманитарная помощь. Согласно результатам исследования КМИС, 80% поступает от гуманитарного штаба Рината Ахметова. В приоритете штаба Рината Ахметова помощь населенным пунктам вдоль линии соприкосновения. Это действительно важно, потому что сейчас там самая сложная ситуация. Благодаря деятельности штаба более двух лет в регионе удалось избежать гуманитарной катастрофы. 240 тысяч продуктовых наборов было направлено гуманитарным штабом за все время конфликта по серой зоне мобильными нашими бригадами. А всего за время работы гуманитарного штаба выдано 10 миллионов 451 тысяч продуктовых наборов. Огромные цифры, огромные масштабы этой помощи. Опираясь на данные исследования, штаб Ахметова продолжит оказывать помощь и в следующем году. Главная ключевая программа гуманитарного штаба, это программа продуктовой помощи. Она остается. Она остается в 2017 году. Она остается прежде всего с фокусом на линии соприкосновения. Безусловно, на тех, кому она нужна больше всего. По данным социологов, на Донбассе на 10% уменьшилось число тех, кто ожидает в следующем году улучшения. О том, что его семья через год будет жить хуже, считает почти каждый четвертый мирный житель Донбасса. Увеличилось количество тех, кто считает, что вооруженный конфликт продлится более пяти лет.